Обсуди свои инвестиции на сайте спонсора программы Сухой Остаток whotrades.com Первой социальной сети трейдеров Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Сухой Остаток Меня зовут Олег Дмитриев И как всегда в это время мы будем смотреть, что происходит на финансовых рынках Будем обсуждать текущую ситуацию Будем говорить о причинах, почему все так дожили И естественно будем обсуждать возможные варианты развития событий Но понятно вокруг чего в основном будет сегодня разговор Хотя все же локально мы назвали нашу сегодняшнюю программу Следующим образом США могут обогнать Россию по нефтедобыче И стать крупнейшей в мире нефтегазодобывающей страной Знак вопроса Вот на эту тему мы будем локально рассуждать Но понятно, что есть вещи более глобальные Которые наш взгляд, естественно, не оторвать Значит, я представляю моих гостей сегодня в студии Сухого Остатка Виктор Марков, независимый эксперт Добрый день, Виктор Добрый день И в студии Артем Деев, финансовый аналитик компании Афорекс Добрый день, Артем Добрый день, Артем Добрый день, Артем Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе Телефон студии, телефон прямого эфира 6510-99,6 Код Москвы 495 Сайт компании финам.фм Все это вы прекрасно знаете, я уверен Но, тем не менее, в очередной раз я напомню Вы можете позвонить, написать, задать вопрос Поделиться собственным мнением Как минимум по поводу вот этого противостояния Возможного, да, в нефтедобыче Ну и, собственно, мнение по поводу того, что происходит сейчас за океаном И на рынках в целом тоже может быть любопытно Ваше мнение И, начиная разговор, традиционно я начну с того, что рисую картину маслом 1508 в Москве И что же к этому времени произошло на финансовых рынках Значит, начнем с вчерашнего вновь позитивного закрытия Соединенных Штатов Америки Доу Джонс прибавил 0,4% NASDAQ вырос на 0,6% И S&P 500 также на 0,5% Азия сегодня разнонаправленно Плюс 0,2% Nikkei Минус 0,1% Ну, примерно столько же 0,2% Шанхай композит А вот Европа и российские индикаторы сегодня на радость На зависть просто, видимо, многим, да, сегодня позитивны Почти процент к этому моменту прибавляет индикатор британского рынка FTSE 100 Значит, наши индексы растут так же, как я уже сказал РТС в плюсе на процент Чуть меньше Примерно так же В плюсе и ММВБ Рубль практически сегодня без изменений Узкий диапазон у него уже несколько дней Мы знаем это, это 32,20-32,35 И пока он из этого диапазона не выходит Смотрим на сырье и на Forex Нефть марки Brent стоит 109 долларов 50 центов за бочку Light Sweet 101,80 Золото продолжает снижаться буквально 2 часа назад Кстати, тоже, наверное, тема для обсуждения Два часа назад получила новый импульс к снижению золота Теряет сейчас почти 2% по сравнению с вчерашним закрытием И стоит унция уже 1250 долларов Против 1300 на прошлой неделе И вчерашний 1285 И также надо сказать о том, что на валютном рынке пошло движуха, как говорят Пошло движение в сторону укрепления доллара США И практически все валютные пары сейчас последние два часа укрепляют Во всех валютных парах укрепляется доллар Сейчас евро-доллар смотрим, ниже 1,35 он упал 1,34,88 сейчас в моменте Ну и набор голубых фишек российского рынка В основном в плюсе хуже рынка АвтоВАЗ, минус 0,3%, остальные все в положительной территории Лидеры роста НЛМК, обычка 3,5% прибавляет Сургутнефтегаз больше 2, 1,5% Газпром, Норникель 1,5% Ростелеком, Сбербанк почти процент ВТБ полпроцента Ну все неплохо Все неплохо, вроде бы Ну ладно, давайте начнем Начнем мы, наверное, все же Основной идеей последнего времени Основная идея, которая касается событий за рубежом Событий в Соединенных Штатах Америки Виктор, ваше мнение по этому поводу, если можно Что там с бюджетом, что там с госдолгом Как вы думаете? В США очень тяжелая ситуация, неопределенность Проблемы с поднятием госдолга И все ждут 17 числа, когда будет решен вопрос с госдолгом И тогда ситуация выйдет на новый уровень Мировые рынки воспрянут, я считаю Но все-таки, хотя уверенность в этом есть, но 100% уверенность То есть, ты склоняешься к тому, что, естественно, проблема будет решена Несмотря на всякие пертурбации Все-таки вероятность того же Дефолта Вероятность дефолта Ниже намного Ниже чем что? Низкая Низкая, понятно Ниже 50 на 50, ниже Артем, как ты расцениваешь вероятность дефолта? На самом деле, мы видим, в принципе, очередную эскалацию этого вопроса Потому что, на мой взгляд, Белый дом, Сенат и Конгресс Проявили крайнюю форму безответственности по отношению как к американской экономике Так и к экономике всей планеты Когда начали политизировать бюджетный процесс Мы сейчас видим очередное противостояние законодателей, республиканцев и демократов Относительно того, каким же образом выйти из этого бюджетного кризиса и коллапса В котором они сейчас оказались Почему этот вопрос сейчас возникает, вызывает очень много внимания Потому что мы подходим фактически в состояние политической неопределенности Куда более важному и насущному вопросу Который касается изменения потолка государственного долга Потому что, в принципе, момент X у нас уже через несколько дней В предстоящий четверг И если США не найдут, скажем, общего знаменателя Общего экономического и политического основания в правящей элите Нам придется столкнуться с очень серьезными последствиями Которые непременно разгрузят буквально все рисковые активы Которые рисковые активы, которые торгуются на фондовых рынках Что касается, вот вы обозначили восходящую динамику В принципе, положительную тенденцию Которая сейчас прослеживается на ключевых фондовых индексах Конечно же, это связано якобы с оптимизмом Который пришел буквально ночью О возможном нахождении компромисса по как раз бюджетному вопросу И, возможно, даже по вопросу, который касается поднятия планки потолка государственного долга На самом деле, я бы не стал питать слишком много иллюзий И всецело верить в вот этот наступивший оптимизм Потому что буквально похожую картину мы наблюдали на прошлой неделе Последние две торговые сессии Когда индексы после коррекционного отката начали восходящее движение Однако на выходных стало ясно, что очередной этап переговоров ни к чему не привел Результатов не было И буквально первую торговую сессию мы видели, как индексы в прямом смысле слова разгружались Поэтому и сейчас, если уважаемые слушатели принимают вот этот новостной фундаментальный фонд Как основание, как аргумент для откупа того же самого индекса МВБ, РТС Я советую не торопиться и продолжать, скажем, внимательно следить за информационным фоном Либо, по крайней мере, постараться не торопить, не гнать лошадей И по возможности остаться вне рынка до вот этого судьбоносного решения, которое мы ожидаем уже в четверг То есть 17 октября у нас день Икс, что называется Все, что происходит Очень здорово, знаешь, я в какой-то момент поймал себя на мысли, что выступает не Артем Деев, финансовый аналитик компании Афорекс А выступает представитель законодательного органа Соединенных Штатов Америки Да, было увидено Мы, вот, здорово, здорово Аплодирую тебе, но смотри, тем не менее, я хотел бы уточнить Смотри, вот ты говоришь, сейчас краткосрочный оптимизм, он рождается в результате того, что рынок вроде бы, да, смотрит, там компромисс найден Снижение неопределенности Во-во-во-во Соответственно, потом опять, да, разочарование, потому что компромисс это либо не найден, либо нам так показалось Либо там опять новая какая-то заварушка Все, и, значит, опять в подполь А вот с точки зрения того, что, ну, давайте там, гадать не будем на кофейной гуще Ну, просто оцениваем варианты, как всегда, да, вот с точки зрения того, что случится 17 декабря Во-первых, на твой взгляд, да, риск дефолта вообще, он существует, он минимален или его нет в принципе, что Штаты объявят дефолт? Ну, на самом деле, это хороший вопрос, потому что буквально две недели назад, когда США еще стоял на пороге принятия бюджета Мы наивно полагали, что бюджет обязательно будет примет И, по крайней мере, как же иначе, если США допустит этот самый дефолт Артем, извини, мы прервемся, у нас новости сейчас, послушаем, потом продолжим Ну, что ж, друзья, мы продолжаем эфир Сухой остаток на Финам.ФМ Меня зовут Олег Дмитриев Сегодня в студии Виктор Марков, независимый эксперт И Артем Деев, финансовый аналитик компании Афорекс Мы обсуждаем сейчас все, что происходит на финансовых рынках Ну, и чуть позже начнем все-таки, наверное, говорить на тему, заявленную в программе Локальную тему, как обстоят дела в противостоянии, возможно, противостоянии США и России Ну, или США и остального мира, может быть, даже так С точки зрения нефтедобычи, да, станет ли штат действительно, да, из импорта, да Из импортно Экспортером Экспортером, да, чистым экспортером, чистым импортером В ближайшей перспективе Ну, в принципе, да, достаточно давно мы эти с вами дискуссии ведем Эти разговоры ведем Посмотрим, как это выглядит сейчас Вот, но тем не менее, давайте закончим Тему, с которой начали Итак, вероятность дефолта 17 октября То есть, стремиться к нулю все же, я так правильно понимаю, да, Артем, с твоей точки зрения? Ну, с моей точки зрения, все вероятно Учитывая то, что вот это противостояние По крайней мере, по куда меньшей проблеме бюджетного вопроса Мы наблюдаем фактически уже 15-й день Напомню, что самый затяжной цикл вот этого политического бездействия Был в 96-м году, еще при Клинтоне Когда мы наблюдали вот этот период в 21 день Когда Клинтон просто был вынужден пойти на нахождение бюджетного компромисса Учитывая то, что уже пошел 15-й день У нас нет бюджета, точнее, у Соединенных Штатов Америки По-прежнему нет бюджета, по-прежнему нет единственного политического мнения По-прежнему законодатели продолжают кошмарить рынки Своей безответственностью, непринятием решением Вполне возможно, что мы сможем наблюдать Самый крайний и радикальный сценарий развития событий Но гадать, что будет, я предлагаю Не будем, конечно, ну как правило, еще раз повторю Вероятность Вероятность, да, вероятность Ну, уверен, что это будет настоящим коллапсом Если допустить возможность такого сценария Но предлагаю лучше не кошмарить рынки Потому что думаю, что... Ну, у нас такой возможности нет, к сожалению, да, кошмарить рынки Только у Федрезерва, да, и у Конгресса Хочу только добавить, даже в случае положительного решения По поднятию потолка госдолга Все равно долг США никуда не девается Он все равно остается И с ним что-то надо будет делать Эта проблема разно или поздно всегда будет всплывать И сдерживать рост американской экономики Поэтому это проблема еще на долгие годы Ну, правильно говорю, да, что... Правильно я, точнее, понял из твоих слов, что Там в очередной раз, да, будет этот потолок поднят Но рано или поздно, да... Проблема опять всплывет Сплывет, и, то есть, Штаты рано или поздно, в принципе, могут объявить Ну, рано или поздно, это продолжается около 80 лет Совершенно верно, да Мы можем и не дожить, наверное, до этого Да, это слишком проблема отдаленной перспективы То, что она стоит, все это понимают И США надо делать шаги в этом направлении В направлении уменьшения госдолга Сегодня средства массовой информации Где-то я прочел, что центральные банки Ну, руководители ЦБ, да, ведущих центральных банков мира Собирались в выходные Не далее, как вот позавчера И обсуждали действия на случай, возможно, дефолта Потом, правда, для тех же средств массовой информации Было оправдание какое-то высказано Что, типа, ребят, ну, мы на всякий случай Но, тем не менее, да, Виктор, я так понимаю Вероятность и ими тоже рассматривается Конечно, никто не исключает, что, в принципе, может это произойти Но, конечно, вероятность очень низкая И должно что-то радикальное произойти в США Чтобы правительство могло на это пойти Но надо сразу отметить, что это резко подорвет позиции доллара Что только усугубит экономическую ситуацию в США И также И в мире, естественно И в мире, да Ну, на самом деле, я бы сказал, что, конечно же, ситуация сейчас не самым лучшим образом складывается Но мы, в принципе, обсуждаем противостояние республиканцев и демократов Я думаю, не нужно забывать еще и о таком понятии, как инициатива и воля президента Соединенных Штатов Америки Потому что... Ну, он представитель демократов или у него есть собственная какая-то инициатива? Я думаю, что у него есть особые привилегии Как у президента, имеется в виду Да, если того будет требовать ситуация, как часто мы слышали в риторике Драги Они будут действовать Я думаю, что если ситуация подойдет именно в том формате, в котором мы сейчас наблюдаем По потолку государственного долга К моменту Х, как мы уже обозначили Я думаю, вмешается сам Обама и сделает все, чтобы этот потолок, эта планка получила новое финансирование и была понята Другая проблема заключается в том, что я согласен с тем, что вот этот цикл поднятия планки Он не может продолжаться вечно Это действительно наблюдается уже много лет Однако, что сейчас наиболее страшно? А наиболее страшно сейчас то, что этот долг уже превзошел 100% в ВВП Америки Вот это, да, серьезная проблема Поэтому новое финансирование, оно будет требовать новых ресурсов И, соответственно, новых объяснений для той же самой политической элиты А что делать дальше? И, соответственно, нам, как краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным спекулянтам Будет предоставлено множество возможностей, чтобы поймать то или иное движение Как на оптимизме, так и на пессимизме Здорово, про движение я очень люблю, спасибо, ты, мою любимую тему Я думаю, что Обама не захочет войти в историю, как президент, который обьет дефолт Дефолт Это, кстати, какое-то время назад Эту проблему он отложит другому Другому, да, с возможностью отличиться другому товарищу Нет, мы какое-то время назад тоже по этому поводу Помните, когда последнее заседание Федрезерва И вот вроде, да, Бернанки будет сворачивать, начнет сворачивать А потом подумали, что, ну что ему осталось тут пару месяцев Наверное, он дотянет уже Под это дело, естественно, да, и статистику подвели Нет, еще не время и так далее Да, 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 как это Вроде говорим на такие темы, да Вообще запредельные там финансовые рынки А все до банального просто, да Просто не хочется, так сказать, терять лицо, да Или сохранить мину при плохой игре, как говорят Смотрите, да, Артем Ты мне мячик бросил Очень люблю я эту тему Так вот, по поводу движений Ну, очевидно, да, решение одно, решение второе Ли Естественно, все это приведет к движениям на финансовых рынках И у, как ты правильно сказал, у инвесторов спекулянт будет возможность заработать Ну, вот, хотелось бы понять В случае объявления этого самого маловероятного дефолта Какое движение будет на рынок? Ну, в случае объявления маловероятного дефолта Мы увидим просто катастрофическое бегство из рисковых активов Куда? Понадобятся как раз защитные инструменты Допустим, если коснуться рынка Форекс, если вы позволите С удовольствием Я бы рассмотрел Ну, ты как специалист компании Афорекс, тебе и карты в руки Я бы рассмотрел достаточно неплохую инициативу Неплохие возможности японской иены В качестве защитного актива В качестве защитного актива, совершенно верно Если мы, в принципе, традиционно на фоне определенного фактора Определенной степени дисбаланса, неопределенности на рынке Рассматривали, в принципе, защитную валютную пару доллар-японская иена То сейчас, учитывая вот этот негативный фон со стороны американской экономики Вполне вероятно для трейдеров на рынке Форекс Рассмотреть кросс-курсы, которые будут направлены как раз на усиление позиций японской иены А именно в кроссах иену, да? Откупать в кроссах иену? Да, да, как вариант Против евро, против фунта, против франка Совершенно верно Что касается фондовых активов Ну, это опять же Это опять же возвращаемся к рисковым активам Поэтому, если я скажу, что нужно делать ставку на какие-то фондовые индексы Это фактически будет противоречить тому, что я сказал ранее Мне кажется, фондовые индексы могут оказаться одни из самых продаваемых активов Это буквально по всем национальным экономикам Нужно искать защитные активы Возможно даже смотреть как вариант Абликационные вклады Это тоже как вариант Поскольку они так же традиционно, даже исходя из классической теории Всегда относятся к защитным инструментам Артем, извини, пожалуйста Если позволишь Свой взгляд, может, не очень профессиональный Тем не менее, не изложу На мой взгляд, есть парадокс, конечно Потому что, действительно, если говорить о классическом каких-то движениях На финансовых рынках, да Если инвестор наполнен аппетитом к риску То он, естественно, вкладывается во все, что может заработать Что может принести доход А это фондовые, да, это сырье То есть он, другими словами, продает некий актив, в котором он фондировался Но это, как правило, доллар в США И начинает вкладывать во все остальное Когда ситуация иная, он бежит отовсюду и ищет надежное спасение И спасение, это доллар, номинированный в нем, ну, наверное, трожеря те же самые, прежде всего Прежде всего, да, как сохранение Ну и иена, да, наверное, как локальная валюта Там тоже достаточно популярная, с точки зрения защита А вот при допущении того, да, что США объявляют парадокс Объявляют дефолт, возникает парадокс вот этот, да С одной стороны, действительно, дефолт такой экономики, как Соединенные Штаты Америки Это не есть хорошо, да, надо бежать, надо сохранять этот капитал Но, другой стороны, в доллар вкладываться по определению глупо Потому что Штаты объявили дефолт, да И, естественно, они будут реструктуризировать те же самые долговые обязательства свои И покупать их на этом фоне абсолютно бессмысленно И вот я именно поэтому, да, тебя и мучаю, как специалисты рынка Форекс А что, альтернатива-то в этом случае будет В рубль все побегут, куда? В тугрик, в зайчик, я не знаю, куда Виктор? В китайскую валюту Юань Ну, иена, вот, как Артем предложил, да, это нормально Да, тем более мы наблюдаем рост японского рынка последние годы Который показывает хорошую динамику Вот, он длительное время падал, а сейчас он находится на подъеме Поэтому японский рынок, наверное, будет такая альтернатива американским активам В то же время нельзя сбраться со счетов сырье активы Ну, то есть они могут быть тоже в этой ситуации востребованы, да? С какой точки зрения? Логика какая? Вот я в сырье вкладываюсь, потому что Потому что, что больше не во что Потому что Кстати, как вариант И вот хорошо, что вот мы коснулись темы сырьевых активов Я думаю, что почему-то упустил, когда вы задавали вопрос Действительно, если уж задаться такой конкретной целью А что бы нам найти, чтобы спасти последние деньги, которые у нас остались В случае неудачных лонгов по доллару, либо другим рисковым активам Я думаю, что в качестве альтернативы может послужить золото, которое все давно списали со счетов Действительно, это так Золото находится сейчас на, в принципе, локальных минимумах Давайте не будем питать улезию Действительно, так дешево оно не стоило никогда Если мы сейчас начнем копать в плане того, какие же еще факторы, либо фундаментальные возможности, либо предпосылки будут сказываться на восходящей динамике этого красивого актива То, я думаю, мы сможем найти очень много аргументов, которые позволят нам принять решение относительно инвестиций в золотой актив Во-первых, это как раз указанная неопределенность Потому что золото по определению традиционно всегда являлось защитной гаванью Правда, в последнее время из этой гавани ушли практически все корабли Однако, тем не менее, эта гавань сама никуда не делась Красиво излагает какая-то, была тихая гавань, все корабли, говорит, ушли Эта гавань никуда не делась К ленту привлекает Неопределенность по-прежнему существует на рынках И потом, если мы коснемся других факторов, которые сказываются на позициях золота Это перспектива программы количественного смягчения На эту тему, конечно же, можно еще очень много поговорить Тем более, что буквально на носу у нас изменение монетарного кабинета И приход в класть Джанет Йеллен А это женщина, которая руководствуется оптимальной моделью управления То есть она будет также лоббировать максимальную занятость в стране Но при этом она будет полностью игнорировать инфляционные риски И не смотреть на стабильность цен Это значит, что с учетом такого подхода Велика вероятность роста инфляции А какой инструмент у нас является защитным против роста инфляции? Конечно же, любой экономист Любой следящий за экономической сфоткой Либо экономическими событиями Скажет, что самый лучший актив, который позволит нам сохранить средства На фоне обесценивания других инструментов Прежде всего валюты Это, конечно же, золото Это, пожалуйста, еще один фактор Ну и другие обстоятельства Которые могут повлиять на позиции золотого актива Они носят уже более, скажем, локальный характер Артем, прерву у нас новости, потом продолжим Зарабатывайте на крупнейших биржах мира Вместе со спонсором программы «Сухой остаток» Брокером «Хутрейдс Лимитед» Кипр Информация о компании, ее услугах и тарифах Рассмещена на сайте Тройное W Finan.com.cy Торговля финансовыми инструментами Может повлечь риск потерь Проконсультируйтесь у независимых экспертов Перед началом торгов Кстати, сегодня в студии «Сухого остатка» Независимый эксперт Виктор Марков Шучу Итак, друзья мои, мы продолжаем эфир «Сухой остаток» на Финнам.фм Еще раз представлю моих гостей Сегодня Виктор Марков, независимый эксперт И Артем Деев, финансовый аналитик компании «Афорек» В студии «Сухого остатка» Локально, мы сейчас, кстати, плавно к этому и подойдем Мы обсуждаем тему, да Противостояние России и Соединенных Штатов Америки в нефтедобыче Ну а Не могли мы не обойти Грешно это обходить Тему, которая, да, давлеет умами Всех инвесторов Последние несколько дней, а то и несколько недель Это проблема Государственный долг в Сухом остатке Америки Ну и вот я предложил моим коллегам Порассуждать Если в худшем случае, да, во что все-таки бежать-то на чем-то И вот мне, еще раз я благодарю Артема Очень нравится, как он излагает Свою точку зрения по поводу драгоценных металлов Ну и в качестве золота В частности, золота То есть ты считаешь, что вот Если худший сценарий, да? Да, если допустим То золото, как я уже сказал Может оказаться одним из самых привлекательных инструментов для инвестиций Помимо тех факторов, которые я, в принципе, уже обозначил И которые имеют более мощный фундаментальный фон Более мощные фундаментальные предпосылки Можно обозначить еще и локальные, скажем, моменты Которые также, я думаю, в ближайшей перспективе Будут сказываться на восходящей динамике золота Это ряд, вот буквально на прошлой неделе читал сводку Ряд забастовок, которые наблюдаются на крупнейших месторождениях золота Это в качестве второго аргумента можно обозначить Спрос на физический металл со стороны Китая Ну и, конечно же, спрос на физический металл со стороны ювелирной промышленности Потому что, естественно, они хотят увеличить свои запасы активам Которые находятся на таких низких уровнях Мне кажется, все вскупе Это, по крайней мере, уже у нас есть пять весомых И, возможно, для кого-то неубедительных Но, по крайней мере, кто-то, скажем, вычленил из этой информации То, что действительно может понять перспективу этого золота И принять решение относительно, складывать в него или нет Я с тобой абсолютно согласен И мне не надо, наверное, еще подчеркнуть то, что... Я хочу еще добавить, что В случае технического дефолта и ослабления доллара Росту спроса на сырье активы будет способствовать то, что Все сырье активы торгуются в основном в доллар Да, номинирование вот-вот Это станет основной причиной и поводом для инвестирования в сырье активы Поскольку доллар... Здесь даже, наверное, тоже забавно Это вот этот момент, да, о котором мы говорим Наверное, грамотно было все-таки не инвестирование Попытка спасти капитал И в данном случае доллар надо будет... Перемещение активов Перемещение активов Диверсификация Более перспективные Кстати, я еще раз повторю по поводу высказывания Артема Для спекулянтов, по крайней мере, как правило, это важно То есть мы можем... Вот эти аргументы, они действительно фундаментальны Ну и, наверное, средние и долгосрочные, может быть, в большинстве случаев Вот, но, допустим, на уровне 1300 долларов за унцию Вот эти аргументы все уже, в принципе, имели место быть, да? Да, да, и напротив, даже если вот мы увидим по золоту продолжение локальной коррекции Это, напротив, должно послужить еще большим аргументом Чтобы его покупать Откупитесь с еще более привлекательных уровней Потому что никто, скажем, эти аргументы не списывает И значение никто не умиляет Что касается, вот, я понял, наверное, к чему вы клоните Вы хотите услышать цели, которые можно... Ну, даже не цели, просто вот, смотри, ориентиры 1300, да, это уже повод для того, чтобы покупать Но при этом надо понимать, что оно может сходить И как это сделал уже, и на 1250, и на 1180, да? Двойное дно, допустим Совершенно верно, оно было там уже весной этого года Вот, то есть одно другое... Ну, даже если мы допустим То, что золото может сходить еще на несколько долларов вниз Ну, под несколькими долларов давайте Чтобы быть уж совсем конкретными Обозначим долларов 50-70 И это, получается, у нас нисходящий рубеж в районе 1200 долларов А в качестве долгосрочной цели, которую я действительно вижу С счетом того фундаментального фонда, который я обозначил Я бы стал ставить уровень 1600, а то и повыше То есть, как вы видите, даже из классической практики Определения риск-менеджмента У нас получается 1300, это 100 долларов И, соответственно, если выше, выше 1600 долларов То есть, 4 к 1, мне кажется, достойная инвестиция Ну, даже если 1300, да? Мы входим по 1300, 1200 у нас рис 1600 у нас цель ближайшая 3 к 1 тоже, в принципе Да, отличная Ладно, ладно, все здорово Ну, они-то... В случае, если произойдет дефолт Во-во-во, да, я к этому и веду Мы так все красиво нарисовали, но дефолт-то вряд ли произойдет Так что, видимо, надо забыть, да, практически обо всем, о чем мы говорили Шутка, шутка Ну, да ладно Итак, давайте заговорили мы о сырье Ну, опять-таки, да, мы говорили об интересе О возможном росте интереса к сырьевым активам С точки зрения вот этого негативного развития событий Но, в принципе, мы можем говорить и о том, что Интерес к сырью, да, во многом обеспечивает и позитивное развитие событий Ну, как то Рост экономики Соединенных Штатов Америки Рост мировой экономики Китая Рост Китая, Виктор, совершенно верно, да, усиливает Как раз эти позитивные В Китае огромное количество населения В Китае растет автомобилизация страны То есть она будет расти еще очень долго То есть в этом смысле спрос, да, на нефтепродукты Конечно, это все формирует устойчивый спрос на нефть И позволяет нефти последние, там, годы держаться выше 100 долларов за баррель Я имею ввиду нефтбренд, и что, собственно, помогает российскому рынку, российской экономике Ну, а вот теперь давайте, собственно, о том, о чем было заявлено Помогает все это российская экономика, хотя, если так откровенно говорить, не сильно помогает уже, к сожалению, да? Это помогает, если говорить более точно, помогает бюджету Согласен Но ускорение сама экономика не получает уже в последние годы От высоких цен на нефть уже не получает, к сожалению Ну да ладно, так вот, что может помешать и российской экономике, и российским компаниям в этой отрасли, да? Эту тему неоднократно мы заводили и здесь, в сухом остатке, ну и, в принципе, мои коллеги, да, на радио тоже об этом любят посудачить Ну и вообще средства массовой информации, это такой горячий пирожок С некоторых пор, вот это пресловутая сланцевая революция Это пресловутая, да, сланцевая революция уже и в газовой сфере, и, да, в нефтедобывающей сфере Ну и, в принципе, да, стремление Соединенных Штатов Америки, как я уже говорил, да, из импортера чисто перейти в разряд чистой импортера К чему это может привести? Нет, во-первых, такой цели нет, это пишут СМИ В Штатах основная цель это обеспечить себя энергоресурсами, себя в первую очередь Потому что, когда добывается газ, добывается не в своей стороне, в данный момент она субсидируется, это помогает американской экономике То есть у них нет цели обязательно, да, занять экспортные? Нет, нет, нет Сначала наполнить свой Если получится, отлично Если не получится, никто, как бы, не упрекнет за это американцам Смотри, опять, ведь задача какая? Почему именно так выглядит? Американцам что не нравится? Высокие цены на нефть, высокая конкуренция на это Это не нравится всем развитым странам Высокие цены нравятся только странам, которые Потребителям, потребителям не нравится, да Ну, естественно Ну, это логично Потому что основные ведущие экономики мира, да, они заинтересованы в том, чтобы энергоносители были дешевые И это будет приводить к ускорению роста в мире, экономического роста Сейчас мы наблюдаем обратный процесс Экономика замедляется, но в силу разных причин И, с другой стороны, высокие цены на нефть И поэтому страны субсидируют добычу дешевого нефти, дешевого газа И развитие альтернативной энергетики Это происходит как в Европе, как в США И, собственно, это оказывает влияние на цены Вот мы видим, что последние несколько лет цены на газ снизились А под альтернативной энергетикой что ты подразумеваешь? Альтернативная энергетика подозревается Это биотопливо Это перевод автомобилестроения на электричество Это увеличение добычи сланцевого газа, сланцевой нефти Я понял, я понял Хорошо Ну, Артем, да, возвращаясь, собственно, к этой идее На твой взгляд, есть риск? Вот этот риск, риск того, что американцы, да, свои задачи решат Ну, сначала свои внутренние задачи Мне кажется, конечно же, есть И даже если возвращаться к тематике Вот, как вы сказали, у нас в конце значится вопросик После этого предложения Возможно, даже этого вопросика уже нет Вполне вероятно, что американцы не просто планируют Ну, если даже оперировать этими словами Не просто планируют обогнать Россию Они уже это сделали Почему это произошло? Это произошло как раз, как неоднократно уже упомянули За счет колоссальной добычи сланцевой нефти и газа Которые мы наблюдаем там по нескольким штатам в основном А происходит это потому, что Они и раньше добывали сланцевой нефти Но в последнее время они стали лоббировать Активно использовать технологии Так называемого поверхностного гидроразрыва Которые не применяются в России Возможно, из-за того, что Эта технология невероятно дорога Но США в определенный момент времени Приняли решение Аргументироваться не рентабельностью бизнеса А количеством выработанной нефти Чтобы обеспечить собственную экономику Необходимым количеством сырья Вот почему, даже если обратиться к статистике Можно отметить, почему я сказал, что Вполне возможно, что этого вопроса уже нет Вполне возможно, что США уже находится В лидирующем по сравнению с Россией вместе Даже вот если коснуться статистики Конкретных цифр То по данным Международного энергетического агентства Если добыча, по-моему, несколько месяцев назад Нефти, газа, связанного топлива в США Составляла 22 миллиона баррелей в день То в России этот показатель ниже То есть совершенно очевидно, что По крайней мере, в добыче газа США Нас точно превзошли А если мы видим такой передел Сфер влияния на рынки То совершенно очевидно Уменьшается власть тех стран Чье экономическое благосостояние И политическая власть Находится в абсолютно прямой Логической зависимости от торговли нефти Я, прежде всего, говорю об ущемлении В этом плане России Почему Москва обеспокоена этим? Потому что в случае Если действительно станет очевидно Что США обогнала Россию Это означает, что Россия потеряет Порядка 35% экспортного рынка В перспективе это означает то, что Валовые внутренние продукты Не дополучит более 200 миллиардов долларов В год Это колоссальные цифры Вот почему столько, скажем, обсуждений Вот почему столько вопросов И, в принципе, детали Относительно этого вопроса В частности, относительно передела Сфер влияния Действительно, можно говорить уже фактически Потому что За последние несколько лет США сократила Скажем, покупку Точнее, импорта Нефти, газа Более чем на 30% И существенно снизила Давление на дефицит Торгового баланса Своей экономики Они в этом плане Молодцы И вполне возможно, что Они действительно нас уже обогнали Здорово Ну, тем не менее Вернемся вот к идее К теме, точнее Да, сланцевой революции Действительно она Эта тема актуальна Виктор, на твой взгляд Потому что Ну, разные точки зрения Артем, как всегда Убедительно выступил И тем не менее Да, есть мнение То, что действительно Уже Это вещь Свершившаяся Да, этот факт Свершившаяся Либо наоборот Кто-то с усмешкой На это смотрит Говоря о том Что это пока только разговоры И пока Так сказать От этих разговоров Перейдут к делу Еще пройдет Не один десятилетие А там жизнь поменяется В принципе Нет, то, что Сланцевая революция Происходит Этот факт Уже как бы Есть Но надо отметить Что он происходит В одной взятой стране В США Почему Не распространяется На другие страны В чем собственно И Ну Главная задача США Распространить На другие территории Для того, чтобы Оказать давление На предложения И снизить цены На нефть Спасибо Сейчас еще раз Новости Новости Итак, друзья Мы продолжаем эфир Сухой остаток На Финам ФМ Сегодня обсуждаем тему Смогут ли США Обогнать Россию Ну, собственно Вопрос я Да, Артем Вопрос я зачеркнул Смогут А точнее уже практически Это делают Смогут ли США Обогнать Россию По нефтедобыче И стать крупнейшей По нефтегазу По нефтегазу Да, все-таки Нефтегаз Объединить По нефти пока Нефтегаз Хорошо Значит, да Представлю еще раз В студии сегодня Виктор Марков Независимый эксперт Артем Дея Финансовый аналитик Компании Афорекс Телефон студии 6510996 Код Москвы 495 Сайт Компании Финам.фм Виктор Продолжение Нашего диалога Вот мне показалось Интересным Артем Этот тезис Озвучил Если это действительно так То Еще раз говорю Это выглядит любопытным То есть Добыча сланцевой нефти Сланцевого газа Да, не преследует Некие бизнес идеи То есть он может быть Нерентабельным Эта добыча Да, но тем не менее Американцы все равно говорят Мы будем добывать Потому что Решаются видимо Какие-то политические Тогда получается Задачи Ну, во-первых Решается несколько Проблем Первая Основная проблема Это создание Новых рабочих мест Другая Другая Решение проблемы Это технологическая То есть Разрабатывается Новая технология Которая впоследствии Могут Экспортироваться В другие страны А Третье Как бы Решение проблемы Это обеспечение Страны дешевыми Энергоресурсами Ну, третий проблем Не решается Я так понимаю Потому что Да, затраты Затраты высокие Но это пока Потому что Штаты надеются Что со временем Когда будут Увеличены Объемы инвестирования То Себестоимость добычи Может снизиться Но пока Этого не происходит И Главная проблема Это В стоимости Энергоресурсов Потому что Пока Цены на газ Были Высокие Около США Преследуют Еще Другую цель Внедрить Эти технологии В той же Европе Допустим Но пока Эта попытка Закончилась Неудачей Но основная Проблема Надо сразу Обознать Заключает В том что Сланцевые технологии Которые Применяет США В том же Штате Дакота То На этой территории Очень низкая Плотность Населения Если сравнить Плотность Населения В Дакоте С Польшей То разница В 30 раз Естественно Такие технологии Нельзя напрямую Применять Потому что Это приведет К улучшению Экологии Крутоводы То есть Поэтому Да В принципе И не приживается Пока еще В Европе Пока нет В России Это свободно Приживется Но в России Пока нет смысла А вот кстати Если говорить о России Нет смысла Говорит Виктор Артем Почему в России Это не приживается И более того В России Очень часто Да Основной Точкой зрения Является Скепсис По отношению Сланцевой революции И собственно Даже крупнейшие Наши Нефтедобывающие Газодобывающие Компании Почему-то Не особенно И пугаются Ну да Указанная технология Не применяется Наверное Конечно же Аргумент все тоже Это повышенная Дорговизна Добычи И отсутствие Как таковой Рентабельности Ну Я думаю С учетом Всех тех факторов Которые мы Обозначили Для США Якобы хороших Которые позволят Им наращивать Запасы Я не думаю Что Россию Стоит списывать Со счетов Нет Не все так Со счетов Ты имеешь Если говорить О мировом рынке О мировом рынке Да Это не значит То что все Россия сдала позиции И ей уже Ничего не видать В направлении Сырья И вот В направлении Рынка нефти Нет Насколько Вы знаете Россия Всегда была И Есть И остается Одним из Кладези И основных Скажем Обладателей Ключевых Залежей Вот этого Самого Сланцевого сырья Сланцевой нефти С другой стороны Просто не применяются Технологии Которые позволяют Ей добывать В тех объемах Которые используются США Однако Это не значит То что эти технологии Никогда не будут Применяться Возможно Но они сейчас Не востребованы Почему Потому что До них руки не доходят Или просто у нас есть Достаточно Традиционных Дело в том Что В США По сравнению с Россией Очень высокая Конкурентная среда Там работает Очень много Мелких Частных Частных Компаний Которые Субсидируются Правительству Поэтому они Активно Занимают Вот это Действие В России Все по другому Рынок Монополизирован Высокая доля Госсектора И Правительство Не субсидирует Вот эту Деятельность И поэтому Газпром Это не нужно Роснефти Тоже не нужно Конечно Когда будет Необходимо Подождите Вот Газпром И Роснефти Это не нужно Это очевидно А почему В данный момент В данный момент Просто они не видят В этом Потому что У них много Заказов Много месторождений Которые Разрабатывать И разрабатывать Понятно Ну возможно Да действительно Не видят они Никого дефицита Еще Да Возможно Совершенно верно Нет Скажем Повышенного Дополнительного спроса Который заставил бы Их искать Дополнительные источники Вот этого самого Сырья Тем более Транснефть Сейчас строит Два Нефтепровода Для разработки Новых месторождений Это как раз Заполярный Нефтепровод Это Заполярье Пурпе И так же Сибирский Нефтепровод Это Куюмба Тайшет И запуск Этих Нефтепроводов Которые Состоятся В 15-16 Годах То Это позволит Увеличить Добычу Нефти Еще там Ну где-то На 30-40 Миллионов Тонн В год И поэтому А добывать будут Те же Роснефть И Газпром Вот И Объем работы Есть Шельф Месторождения Которым Сейчас заняты Госкомпании Ну то есть Правильная мысль Это не актуально Пока для российских Это не актуально Если возникнет Такая необходимость То я думаю Что тот же Газпром Роснефть С удовольствием Займутся А вот Если бы у нас Была высокая Конкурентная среда И было много Частных Мелких Компаний Они бы давно Бо этим занимались Понятно Ну хорошо И тем не менее Смотрите Мы все же Да Говорим Или Разговариваем Да В призме Некого противостояния Рассматриваем Соединенные Штаты Америки Да Как Конкурентную Державу Да Вот может ли быть Или точнее Может ли да Прийти время такое Что действительно Мы будем за рынки сбыта Со штатами Конкурировать И кто В этой ситуации Да Будет Кто будет Более выгодным Положением Ну я думаю Вполне возможно Что такое Момент наступит Однако если Сейчас Руководствоваться Теми реалиями Которые складываются Даже в отношении Сланцевой нефти Я думаю Что в отношении Сланцевой нефти Не стоит говорить Что это будет Скажем Тем фактором Тем костяком Относительно Которым Будем конкурировать Потому что Даже сейчас Оптимисты в США Отмечают Что Долговечность Вот этого сланцевого бума Которого он сейчас Складывается В США Он полностью зависит Как от сырьевых цен Так и Общественной поддержки Что очень важно Потому что Даже Общественные Внутри Соединенных Штатов Америки Да Потому что Не случайно Что вот эта Технология добычи Гидроразрыва Сланцевых месторождений Она Очень серьезно Вредит экологии И за последние полгода Противники Противники Против Такого способа Добычи Противников Число противников Возросло более чем На 50% И даже И даже В странах Опека Лидер По-моему Абдала Не помню точно фамилии Абдала Бадри Он отметил то Что вот этот сланцевый бум Который мы наблюдаем Сейчас в США При всем оптимизме Он вряд ли продлится Даже до конца этого года Понятно Поэтому вполне вероятно Что расстановка сил Снова изменится И Россия Как не гналась За вот этим самым Сланцевым бомбом Так и не будет Этого делать Потому что Те объемы И источники добычи Которые есть Они слегка Будут оправдывать Те цели и средства Которые ставились В основе раньше То есть В принципе можно сказать Да что Представители Российского бизнеса Более дальнозорки Ну возможно У них более стратегическое Мышление Как некий товарищ говорил Также можно сказать Еще то что То США Даже если они Существенно увеличат Добычу Тоже сланцевой нефти Они сырье Не будут продавать В чистом виде Они будут Перерабатывать Переработать Да это нефтехимия Нефтепродукты Ну кстати С этой точки зрения Тоже надо отметить Что да Соединенные Штаты Америки Очень Такими Агрессивными темпами Развиваются То есть Да конечно Вот нефтепродукты Они с удовольствием Продают Продукты нефтехимии И то же самое С газом Тоже Будет Не СПГ Продавать Я думаю Что все таки Продукты Переработки И в этом смысле У нас как бы Нет Пока Общих рынков И в перспективе Конечно Даже Увеличение Добычи США С одной стороны А с другой стороны Развитие Китая Который Будет увеличивать Увеличивать Потребление нефти И будет Делать Ну вот Китай Не может быть Кстати тем самым Рынком Ну гипотетически За которым Соединенные Штаты Америки С России И через какое-то время Будут вести Торговую войну Может быть Но пока Китай покупает На Ближнем Востоке Да Хорошо Хорошо Я понял Итак Значит Ну собственно Вот В отношении Локальной темы В принципе Да Все более-менее понятно Более-менее Мы это С вами Обсудили Расшифровали В общем Опять-таки Это вопрос Некой перспективы Наверное Да Будем смотреть Прежде всего О том как События сейчас Будут складываться В отношении Соединенных Штатов Вопрос Также Научно-технического Прогресса Как будут развиваться Новейшие технологии Куда пойдет Автомобильная индустрия Нет Смотри Опять Если говорить о технологиях То наверняка Все-таки У штатов Да Есть некие Преференции Преимущества Если будет упираться Все в развитии Новых технологий Что касается Преспектив Думаю Что сейчас Более актуально Руководствоваться Подходом Что будет С мировой экономикой С учетом тех проблем Которым мы сейчас наблюдаем Буквально в отношении Всех мегарегуляторов И вполне возможно Что Вот Конечно же Мы Китай Рассматриваем Как рынок За который возможно Поборется Действительно Китай Это второй потребитель Нефти в мире Но что касается Краткосрочных Влияний На позиции нефти Давайте также Не будем забывать О конкретных Макроэкономических Отчетах Вот буквально Последний Макроэкономический Отчет Был опубликован В воскресенье Минувшее Где Китай Абсолютно Очевидно Дал понять Что экспорт У них сократился И сократился Весьма неплохо Что также Нашло Сразу же Своё отражение В нисходящей Динамике Черного золота Поэтому Если мы уже Обозначили Как сланцевая Добыча Высоко Не совсем Рентабельная И очень дорогая То вполне возможно Что Вот это Сокращение Глобальной экономики В перспективе Может прежде всего Обернуться Спадом Как раз Для рынка Который Будет очевиден Я понял Артём Спасибо огромное Виктор Время кончилось Виктор Марков Артём Деев Судьи Сухого остатка Спасибо огромное Успехов на рынке До свидания